Йоу-йоу-йоу! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас новое видео на YouTube-канале, но сегодняшнее видео не о книгах, а о совершенно неожиданном событии, которое ближайший план мой этак на месяц перевернуло просто вверх ногами. Думайте, гадайте, а давайте я вам все-таки про него расскажу. Собственно, планировал я себе жить спокойно, решать математику, читать книги, снимать для вас ролики. Нет, изменения пришли в мою жизнь сами собой. Ну и чтобы сразу не раскрывать все карты, расскажу небольшую предысторию, которая начинается аж, наверное, с августа месяца. В общем-то, в августе, после поездки в Санкт-Петербург и Москву, кстати, про это у меня есть отдельный ролик на канале, я вот тут отставляю подсказку, я был очень впечатлен всем этим делом и неожиданно для себя стал писать рассказ. Да, у меня была одна интересная идея для фантастического рассказа про мистические события, я даже, наверное, отнес его потом к классу рождественских рассказов, но не суть. Я написал свой рассказ, его отшлифовал, корректировал, и мне он показался достаточно интересным, достойным, и я решил на удачу, ну, может, не совсем на удачу, загрузить его на конкурс, который проводила ассоциация союза писателей. Я, на самом деле, немного про тот конкурс знал, мне его посоветовала мама, и, значит, загрузил я туда свое произведение. Его там пришлось урезать, но не суть. И вот спустя, наверное, месяца три, когда я совершенно ничего не ожидал, не ждал, и даже, честно признаюсь, немножко забыл про этот конкурс, мне на почту приходит письмо о том, что я стал победителем в этом конкурсе. И что самое меня поразило, победители этого конкурса едут в лагерь Артек, и мне дали путевку в Артек, между прочим, на литературную смену. И как раз про это я бы и хотел вам сегодня рассказать. Но, собственно, предлагаю детальнее поговорить про этот конкурс. Как я и сказал, его проводят ассоциация союза писателей и издателей, и там было достаточно сильное жюри. Но, думаю, для начала нужно детальнее поговорить о самом конкурсе. Как я и сказал, его проводят ассоциация союза писателей и издателей. И, как оказалось, на этот конкурс было отправлено примерно 2600 работ, из которых победителями стали только обладатели 100 работ. Представляете, шанс был попасть 1 к 26, но у меня как-то это получилось. Ну и справедливо будет сказать, что все работы делятся на три возрастные группы. По-моему, 10-12 лет, 13-15 и 16-18, если я ничего не путаю. Как вы знаете, мне 13 лет, и я попал в среднюю возрастную группу. Так вот, и нас победителей отправляют в Артек, где мы можем посетить самую интересную литературную программу. Туда будут приезжать разные критики, писатели и даже правнук Льва Николаевича Толстого. Представляете? И мы будем с ними общаться, ну, как мне пообещали в программе, и учиться писать и продвигать свои литературные способности. Так интересно получилось, что я сейчас как раз-таки стою на перепутье между выбором литературы или же все-таки математики. И судьба мне, похоже, пока подсказывает не особо делать выбор, потому что я ухожу и в математическую область, занимаюсь в разных математических лагерях, и тут же в Артек меня приглашают на литературную смену. Мне кажется, это интересно так совмечать и скрещивать, тем более, что прошлый мой ролик был про великих писателей, которые увлекались математикой. Кто знает, быть может, я таким же стану. Ну, а кому интересно посмотреть, что же это за ролик, я вот тут оставляю подсказочку. Ну, а сейчас расскажу про сам Артек. Ну, а для тех моих зрителей, кто не знает, что же такое вообще Артек, или может быть что-то где-то краем ухом слышали, расскажу. Артек – это огромный лагерь, один из самых лучших лагерей России, который находится в Крыму. И туда 16 раз за год на каждую из смен приезжают дети талантливые, которые за какие-то заслуги туда попадают. Вообще, в Артек можно попасть тремя способами. Первая – это коммерческая путевка, которую на самом деле выдают, ну, не каждому тоже там за какие-то заслуги. Вторая – это путевка от региона. Как она происходит? На каждый регион выдают какое-то количество путевок, в принципе, на каждую смену. И участники, загружая свои разные грамоты, которые в соответствии с регионом набирают какое-то количество баллов, множатся, разные коэффициенты, достаточно сложная система. Но, в общем, чем ценнее ваши дипломы и чем их больше, тем больше у вас шансов попасть на смену от региона. И здесь нужно внести маленькое и важное уточнение. Если вы едете от региона, то вы можете съездить не более одного раза за год. Но есть третий вариант, и это как раз-таки вариант, по которому поеду и сейчас. Это поехать в Артек от тематического партнера. Существуют разные большие, огромные, масштабные конкурсы, например, так как этот от Ассоциации Союза Писателей, ну, за которые, за победу в нем отправляют в Артек. Соответственно, от этого тематического партнера можно хоть все 16 раз поехать за год, если от разных тематических партнеров ездить. И что хотел бы сказать, у меня уже была одна поездка в Артек, это была моя путевка от региона. Я собрал немного баллов со своими чтецкими грамотами и смог туда поехать. Но до этого я пробовал поехать от тематического партнера конкурса «Живая классика». Это тоже конкурс чтецов, достаточно известный. Вот победители от региона Новосибирска ездили в Артек. К сожалению, мне туда, ну, не удалось попасть в силу, наверное, того, что, ну, не хватило что-то жюри в моих творческих способностях. Но, как видите, я не отчаивался, старался, трудился, попробовал себя в новом направлении, и вот получилось поехать на смену. Причем эта смена уже литературная, тематическая. Прошлая смена моя была, ну, просто обычной сменой, да мне их хватило, потому что все равно Артек, знакомство, это интересно. А вот сейчас будет уже интересная литературная тематическая смена, на которой, я уверен, будет очень интересно. Да и вообще, как минимум, смена-то называется «Штурманы книжных морей», то есть вся смена будет как-то связана с литературой. Ну, и в нашем отряде, который входит как раз-таки в средневозрастную группу, будут все ребята, объединенные одной идеей, писательством. И будет, кстати, много разных интересных событий, о которых я уже заранее узнал. Например, там будет день книгодарения, и я уже себе в Артек приготовил немного книг, которые я прочитал, которые очень интересные, которые я могу доверить. Ну, и вообще, собственно, что это за книги, которые я хочу подарить? Это, во-первых, книга Нины Дашевской «Вилли», мне она очень понравилась, она очень трогательная, веселая. Возможно, я ее подарю кому-нибудь из более младших отрядов, потому что она более детская, но очень проникновенная. Также у меня от Тамары Михеевой книга «Дети дельфинов». Кстати, что самое интересное, я начал эту книгу читать на прошлой смене в Артеке, так что она как бы свой цикл пройдет, и в Артеке я ее кому-нибудь, наверное, подарю. Дальше у меня книга «Друзья» японская. Ну, я надеюсь, у меня появятся друзья, и этим друзьям я подарю книгу «Друзья». Интересный такой каламбур. Конечно же, я взял как память книгу «Скелек». С этой книгой у меня очень-очень много чего связано. «Скелек» – очень классное произведение, всем рекомендую. Мы по нему даже ставили спектакль на нашей театральной студии. Вот здесь оставляю подсказку. И, конечно же, не обошелся без моих любимых писателей Андрея Жволевского и Евгении Пастернак. Время всегда хорошее, его я тоже подарю. Также у меня есть книга намечена «Дикая собака Динго». Ее я, наверное, подарю какой-нибудь девочке, хотя я ее сам читал, я мальчик, но подарю, наверное, какой-нибудь девочке. И вот, наверное, мое одно из ведущих произведений, которым я прям зачитывался – это «Ураган в подарок». Оно про девятиклассников, но оно очень интересное, живое. И, кстати, там про то, как дети поехали выживать в лесу. В общем, просто очень интересная книга. Я даже, наверное, ее постараюсь как-нибудь перечитать, прежде чем как отдавать. И вот такие книги я повезу туда на книгодарение. Возможно, даже и мне что-нибудь такое интересное подарят. Поэтому ожидаю, что смена будет наполнена интересными, веселыми эмоциями. Ну и, конечно же, обязательно, по традиции, после Артека я запишу для вас одно, два, может быть, даже три видео о том, как все прошло. Буду там все снимать, выкладывать в свой Инстаграм и буду интересно проводить время. Ну и, собственно, вот он я. Готовлюсь уже в полном разгаре к новой смене, как бы провести так хорошо время. Ну и, конечно же, все-таки обещаюсь вам заснять много чего интересного. И сделать в будущем много крутых интересных видео. Ну а я, наверное, пойду паковать чемоданы. Спасибо вам огромное, если досмотрели это видео до конца. Ну а если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить другие интересные видео. И, конечно же, читайте, дорогие друзья. Читайте и всегда идите к своей мечте. Ну а если кто-то хочет попробовать себя писателем, обязательно не бросайте эту инициативу. Ну а с вами был Лисмей. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok